Моя автобиография из книги «Для Слово Божьего нету» 2 Тимофея 2.9 Плохо в ней вижу. Страница 104. Впереди мы последние слова прочитали. Я перевел в борт эти слова. Вначале я раздевался, а потом одевался, чтобы исполнить вечернюю молитву. Потом предупредил старшину, раздеваться по команде не буду, а разуюсь и сразу за головашку кровати залезу для молитвы. Да какой базар, батя, молись ей за нас, помолись своему Богу. Только пристроился, входит в начальство. Я притаился, не заметили. Дежурство. Что и как докладывать, тренируют. В два предложения можно вложить. Гражданин начальник, за время моего дежурства в отряде происшествий не произошло. Дневальный осужденный Лапкин. Но в дневное время нужно успеть открыть казарму и соблюдать субординацию, если тут нет выше этого пришедшего по званию. Крикнуть, встать смирно! Если пониже, чуть званием или должностью, то команда только встать. Запоминай. И не дай Бог, если тут начальник отряда Алленбеков, лейтенант какой-то, а ты из другого отряда лейтенанту тоже начальнику скажешь смирно, это значит и твой должен встать смирно, а этого тебе не простится в семь веки. Будешь головой стущаться в стенку, в коридорчике от рукоприкладства старшины. Смотрю на все и всюду повторяю себе, пожри душа смысл и поглоти мудрость. Третья книга Ездры. И для чего же послал меня Господь? Что-то же хочет сказать. И летит шелуха, смотри на зерна, отсеивай на несколько раз. Не раз говорил Господь, я уже усвоил, Господи, я усвоил этот урок. В другой класс хочу. Повторим еще раз, душа моя, не забывай виденного. Время завтрака, обеда и ужина определяется командой приготовиться с заготовщиком. Это заранее на записи несколько человек. Они идут в столовую и получают ровно столько, сколько человек. По 10 за стол. Что уж попадает из нормы, не знаю, но хлеба не хватает. Хлеба дайте. Начальство говорит, что остается на столах столько, что стадо свиней еще откармливают. Так нашим родным сказали. Да каких свиней? Кого они имели в виду? Себя? Или стадо своих прелюбодеев? На столах шаром покатит чистота. Вот интересно я про это говорю. Когда начальник приехал, у солдат спрашивает. Ну как, солдатики? Хватает? Хватает, товарищ генерал? Даже остается? О как. Ну и куда вы остатки деваете? Товарищ генерал, съедаем и даже не хватает. Вот у нас та же самая история. Когда по поварешке разольют, то в бачке еще одна поварешка остается на всех. И редко кто не качнется за этой порцией. Перед столовой Шпалерами стоят отряды. Старшины вбегают в столовую. А в жаркую и солнечную погоду Бай стоит перед столовой. Бэк рядом. Благослови, отче. Кивок. Шапки долой? Погода не в счет. Справа по одному марш, марш. Вперед, бегом, бегом. Ну погоди. Если кто-то шел шагом, Это тебе к битью батагами. Там черенки от лопат ждут тебя, подло. Старшине важно перед начальством быть на своем месте. Без замечаний проскользнуть. А одно-два замечания, это тебе чем грозит? Иди в строй вместе со всеми встанешь. Значит тебе будут тоже. Да еще и битые того, и вчера память пробудет. Позвонки под каблуки. А то и резиновый шланг плащет по твоим бокам. Бегут, ищут своих заготовщиков-то. Где наши? Обычно где-то при одном месте. Встать, сесть, встать, сесть. Вначале я знал свое место при самом конце, у кастрюли. У бачка. Но там неудобно. Стал на другой конец. На самом противоположном конце стола. Меньше-то толкотни, мне бы перекреститься спокойно. Но теперь уж добавки не будет. Пока терпимо. Сидел-то рядом, поэтому попадал иногда. Сели. Стою, начинаю молиться. Семь поклонов и сажусь. В столовой около семьсот человек. Все на виду. Нужно поскорее поесть и за стола помолиться. Ложка в чехольчике тряпочной. Сам шей или как хочешь. Этим веслом будешь подгребать к себе. Выплавишь ли на свободу? Тут щахотка, туберкулез и прочие хвори будут таиться в пустой чашке. Из-за стола успевай со всеми. Не прожевал чашка твоя свиньям. Пей через край. Так сподручнее. Стыд забудь. Профессора спорили, в какую сторону наклонять тарелку при конце еды. К себе или от себя? Отвечаю. Только к себе. Да не пролей. Раздача к себе немного подкараулил. Потом стали тянуться с черпаками на мой конец. На, батя, а то совсем отращаешь-то. Ешь, старина. Да молись за нас, чтобы амнистию Горбачок не забыл дать. Из столовой бегом шапку не вздумай надеть, пока не скажут. Забудут. Так и тает на лысине снег. Ох, мороз, не морозь меня. Ел, не ел. Послали как-то чистить картошку. Мелкое, грязное, холодно, страшно тоскливо. А бывшие старые зэки, столовые работники, говорят, чтобы там место занять, за нас родственники начальству заплатили немало. Тут тоже конкурс. Вот не думал-то. Подходит, зовут в свою светелку, где им место для отдыха. Расскажи, святой отец, что-нибудь про Бога. Да мне картошку же надо чистить. Это успеется. Пусть алкоголики чихают. Ты сиди и в тепле. Чай, щипир будешь? Нет? Правильный мужик. Поговорил около часу. Позвали всех. Порции по две дали-то. Не спешите. Нет, уже ускорение взято. Раз и все в надежном месте, как в одном дне Ивана Денисовича. Пошла кашка. Живот полон, а есть охота. Сроду так дома не было. Медвежья логика. Ешь, чтобы потом было из чего желудку сосать. Так за все время ни разу не пришлось чистить картошку. Только приведут, сразу же забирают на собеседование. И те, с которыми меня послали-то, не ворчат. Им потом будет второй обед. Есть в человеке всегда где-то в душе живой интерес. Но столько он лет был в одиночной камере. Что когда на свет выпустили, то эта часть души омертвела. Ходить не может. Как костыльных кавказского пленника Толстого Льва. После побега из земляной тюрьмы. Вопросы серьезные, полезные всем. Сразу же стал искать, есть ли в лагере верующие. Подсказали, что ЕС-2 называется свидетелями Иеговы. Позже не раз беседовали, но общего нет ничего. Не явились на призывной пункт. И стоят на том твердо. Если бы в один день все так поступили, то человечество добилось бы того, о чем шумят, толкуют, марокуют, как в этом обманывают друг друга. О чем послание президентов, пап, патриархов и сползают все ближе к ядерному финалу. А вот эти ребята реально показывают. Сделайте так. Подражайте нам в одном этом. И все исполнится, о чем мечтается. Мир разоружится в один час, в одно мгновение. Я видел двух настоящих борцов за мир. Буряка и Гончара со станции Мерке. И они говорят, что это так нужно по их учению. Что у них уже все были в заключении. И дядя несколько раз, и отец, и брат, и бабушка. Мы все каторжники, смеются они. Добрые работники, держатся с достоинством. Но мне искренне завидовали. Конечно, вам Библию дали, а нам никогда не разрешат. За вас столько людей, а за нас кто? Добрую память оставили они в те дни. Хоть было с кем поговорить. Просто о жизни-то, о нравственности. Верования все эритические, а живут чисто. Считал все время Библию, редко газеты. Отрывки Ищедрина, Достоевского, Хмелева, Неупиваемая щаша. Гурам Гегешидзе. Все о смерти полезное. Воспоминания Горького, Толстого, Библиотека дают. Публицистика. Ежедневно и постоянно вспоминал на все виденные слова из Библии. Когда мог, ходил по зоне, правила высчитывал. В свободное время можно и письмо домой написать, если твои конверты не стащат в твое отсутствие. Жди, может быть, и ответ придет. Мне письма не старшина приносил, как всем, как обычно. Но прибегал посыльный из штаба. Батя, тебя в штаб зовут. Пошли. К оперу ведут. Там уже будут решать, что отдать. Что прибрать себе на память. Мне отдавал все лейтенант немец. Тренировал меня. Выйди с кабинета. Постучи по-немецки, попроси. Выхожу. Даркман Гаран. Яволь. Что-то отдает. Остальное пообещает потом. Итак, тебе, Лапкин, много уже дали сегодня. Иди. А то отними вы это. Сестра Евдокия прислала как-то пастилу яблочную. Из диких яблочек, натертую, тонкую, размазали и засушили. Прислала. Осмотрели. Решают. Давать, не давать. Молюсь. Помоги, Господи. Отдали. Подожди в коридоре. Скорее прячу в сапог и в рот. А то скажут не положено. Потом мои письма стал выдавать капитан Кудыриев. Он вел себя вполне корректно, по-человечески. Ни разу при мне не заматерился, как и начальник подполковник Бахаев. Когда я получил телеграмму, что умерла моя самая близкая помощница, тетя Тоня, на 78-м году, то я заплакал там же. Этот капитан сказал, помолись тут, пока никого нету-то, и прикрыл дверь своего кабинета. Я встал на колени, поплакал. И к печали моей он был так искренен, что в этот день бывший в женатасе Надежде Васильевне сообщил о смерти нашей подруги. Передал мне от нее записку. Более всего меня всегда удивляла сцена, когда умирал отец Арсений, и душа выходила из зоны, и видел он везде огоньки добра и душах людей. Вот и я также более всего поражался, где, в каких местах были такие добрые люди, через кого мне Господь являл милость. Где и не предполагал даже. И среди заключенных находил такие души. Бог находил, ко мне приводил. И среди офицеров есть люди. Всех обрати, Господи, к себе. 9 февраля 1987 года вызывает меня в штаб. Там сидит штатский помощник прокурора Жамбульской области. Снял с меня данные, спросил, признаю ли себя виновным. Нет, не признаю. Ну, судят не меня, а книги, а они хорошие. Посмотрел бумаги. Ну, это и не важно. А впредь не будете идти против? И считает по статье. Я не шел и не могу идти. Я же не политик, а верующий. Несколько раз спросил о твердости моего слова. Потом начал прощаться. Напоследок сказал, вас, может быть, отпустят. Что это были за дни до 25 марта, до дня освобождения? Догадаться нетрудно. Не дни, а часы. Тут много пропускается уже. Я потом добавлю. Почему, я знаю. Видимо, листики были вырваны. В заключение воспоминаний Лапкина мы приводим письма. Письмо, которое он через 5 месяцев после освобождения разослал широкому кругу своих друзей. Ну, книгу-то пишет, это сказать, собрал все эти документы Балашов и судников. Мир вам, дорогие родные мои. От всей души благодарю всех-всех, кто бы он ни был, старый или юный, православный или просто сочувствующий. Всех, кто соболезновал в моем деле, кто приезжал на суд, кто помогал молитвами, средствами и во время заключения и после освобождения, кто помогал и советом, и сочувствием, защитой, добрым словом и вниманием, кто усмирял клеветников, кто помнил, что и он живет в теле, что и он человек, могущий завтра или сегодня оказаться в подобном или в худшем положении. Как бы ни сложилась наша жизнь, но будем помнить урок, полученный от того, что было со мною. Этот случай помог очень многое выявить, прояснить, кто есть кто. И самое ужасное, что сам я ощутил до конца уже на суде, это сверхтрагическое и печальное положение нашего священства, плененного трусостью и корыстью. Две петли, двойные узы. И какой соблазн подали они своими действиями овцам, когда и тайно, и явно натравливали людей против меня, уже находящихся в вузах за Христа, угрожали так же, как органы власти тем, кто приходил на суд, запрещали посещать зал суда. Сердечно благодарю за радость, доставленную мне вашим присутствием в зале суда, за письма и посылки, полученные в вузах и на свободе уже. Да воздаст вам всем Господь Бог милостями своими в день судный. Вы исполняли заповедь, которую так нелегко исполнить сегодня. Вы посетили меня в вузах за свидетельство о Христе. Я много хвалюсь вами перед Господом и перед внешними, и перед внутренними. Молва вашей любви о цветах душ ваших облетала тюрьму и лагерь. Вот как, ну, дружные и любвеобильные христиане. Низкий поклон вам всем священнослужителям, всем верным Христу, кто был на суде, кто давал верное, искреннее показание. Снова всех вас приветствую пасхальным приветствием, которое я говорил при входе в зал суда. Христос воскрес! По милости Божией среди простого народа не было ни одного подобного лжесвидетеля. Да не вменится лжесвидетелям на суде Божием их иудин грех. Прошу простить мне мои прегрешения против вас. Храни вас Бог! До скорой встречи! Игнатий, 23 августа 1987 года. У меня такая переписка. Ответил, за август 72 письма, за сентябрь 78, за октябрь 123 письма. Написал, ноябрь 85. Иной раз, чтобы ответить, до 10 книг нахожу, наложу на кровать. Пишут, что вроде бы польза совопросникам есть. 1987. Выдержки из писем Игнатия, полученных нами в Москве. Многоточие. Я там написал, одно время была возможность припрятать и вынести, около 50 стихов в кавычках. В одном написал, беды прошедшей нежность, забвением не сгуби. Беды прошедшей нежность, забвением не сгуби. И когда я еще был в тюрьме, а я прошел по пяти тюрьмам, то решил, что если Господь позволит еще увидеть свободу, на что иногда никакой надежды не было, то чтобы сделать где-то в частном доме, в сарае или еще где, домашнее КПЗ, самому себя закрыть на несколько дней. Самой КПЗ-вской обстановкой. И отвлечься от суеты, и не забываться. Не обольщаться жизнью. И как у святых было, то в гробу спали, то могилу выкопают, и каждый день, подходя к ней, плакали о бренности жизни. И о том писал своим, чтобы каждый подыскал для себя место и заключался хотя бы раз в году в такую келью. И молился бы. И ему бы кто-то давал или взял бы с собой несколько хлеба и воды. Никуда не отвлекаться. Спортсмен боится потерять форму, и не зря. Милые мои, я вас всех так вмещаю в себе, и вам никогда не было тесно во мне, и всегда молился до, и там, и после, ежедневно. Вы так нам любезны. Если когда чем огорчил, кого, то уж ради Христа Иисуса простите меня и друзей моих. Мне многое хочется сказать вам, но боюсь, ведь не могу же я забыть, что ни того образования, которое у вас, ни того общения вашего у меня нет. А я все самоуком постигаю. Только после армии уже в 22 года я впервые взял в руки Евангелие, потом Библию, и до того, до этого я не знал, что есть они. Я о Христе совсем не знал ничего. А знал только про Божью Матерь, про суд Божий, что есть ад для меня и рай для святых. Мне было хорошо, когда я молился, и по копеечке что сэкономить, подать нищим. Про что знал, что это грех? Табак, матерщина, женщина, воровство. От того Бог хранил. А про что мать не сказала, в том купался, и нет конца греха моим. Вот такой я и пришел ко Христу. Родился в деревне, жил дикарем. Помню, в техникуме учился, мне дали две простыни. Вроде бы, как так положено, кто живет на квартире. Хотя я жил на частной квартире-то, а я не знаю, что с ними делать-то. Так три почти года и не развернул их. И чистыми сдал после учебы. Дома шкурой барани одевался, одеялом из них шитым-то. И на палатях, нары под потолком. У нас 10 детей в семье было, а отец инвалид войны второй группы. А когда работал я на корабле, учился на штурмана заочно, добивался разрешения сдать три курса в год. И уж тут Господь нашел меня, и мою гордыню отбросил по учебе. И оставил я одну Библию на столе, и изучал ее по 5-10 часов в день. Заучил чуть ли не всю. Потом толкование блаженного феофилакта, полностью златоуста, и с первого дня свидетельство и встречи, беседы и с сектантами, и с неверующими. У руководителя не было у меня, все самостоятельно, молясь Господу. Потом обратился брат мой отец Аким, Павел, три сестры, мама вошла в церковь, и Бог дал духовный щад, обратившийся в нашем доме. Сверял себя только со Словом Божьим, которое для меня стало все во всем. И когда слышал название книг, которые вы читали, то опускал голову, ничего того не зная. Простите меня, окаянного. В монахи я не годен, а их люблю. Какие они хорошие. Есть чистые, не то что мы тут, и много они молятся. Храни вас Господь, заранее с Пасхой вас Христовой. Лагерь Женатас позади. Игнатий, Надежда и все наши друзья. 11-го, 4-го, 87-го. Вы пишете, наша русская церковь, наверное, единственная за всю историю христианства, которая отреклась от своих мучеников, от своей славы и силы. Это все даром не проходит. А мы, мы плоть от плоти ее. Увы, она наша мать. И нам за все нести ответ. Это вы написали по поводу того, что я заметил, что кому-то Надежда Васильевна звонила в Москве, а ее не узнавали. Считаю эти ваши слова уже в который раз и плачу. Не могу дальше ответ дать. Какое горе, какая печаль. Это печаль моя с первого дня после ареста. Помню, вызвал меня еще в барнаульской тюрьме замначальника по оперчасти. Мозговой центр тюрьмы подполковник Бражников. А что же за вас не ходатайствует, ваши попы? Веришь ли? Это самые извительные были слова, наверное, за все время там. Он просто, может быть, спросил-то. А мне мечи острые, каждое его слово. Да кого хочешь, посади. Хотя бы и всех в епархии. Но архиерей извинит с места утробную свою преосвященную особу. Более того, его письмо, разосанное против меня, было заключительным аккордом и на суде, и в газете против меня под заголовком «Златоуста второй строительный». Считали? Как-то я был и в Киеве, и зашел разговор от предательства, архиерея, медела Божия. Один раб Божий сказал, и всех надо сегодня через Соловки года на три провести. Вот я абсолютно уверен, необходима эта мера отрезвления от пира во время чумы. Представляю иногда себе такую картину. Вот епископ Анфим, отправивший всю паству свою на костер, и потом сам зашедший туда же. Поднять всех мучеников и напротив них поставить сон сегодняшних архи и просто пастырей. Что бы те и эти говорили друг другу? И вот я посреди них оказался. Со стороны мучеников я чувствовал поддержку, а со стороны сегодняшних хулу и угрозы, что я пытаюсь нарушить доброе и лояльное отношение церкви и государства, и что с запада жду Мессию. Что говорил наш священник Михаил Скачков. Да не вменит ему Господь на суде Божьем. Я уже сижу, уже там не суига, а он с архиереем разъезжал по епархии, и травили людей против меня. И что у меня икон нет, и что мы Божью Матерь не признаем. Когда это было сказано, за столом они сидели, гуляли при архиереи, при матушке Анне Николаевне Бурдиной, чей сын вызвался быть моим защитником-то, то матушка не стерпела, хотя я и увещевал еще раньше ее молчать, и обличила их во лжи. Отец Геннадий Пас пришел из Менонитов, бывший преподаватель Томского университета. Он сказал, «Владыка, мы здесь и сыты, одеты и среди своих, а Игнатий где?» И кем устыдил их. А у отца Геннадия брат Вильгельм, кандидат наук, теперь визнанно работает с метлой уже пять лет. Какое горе, какие беды, когда нет семени, а кровь христиан есть семя из церкви. Трудно, больно, криком кричи, а про себя думаешь, «Да как же мы думаем спастись без страданий?» Меня все время упрекали друзья и родные, еще после первого заключения в 80-м году. «Ты туда сам рвешься-то, это грех». Повторяю, не рвусь, но я не отрицаюсь. Да будет воля Господня. Пока дома болею, простуды изгоняю. А вот опять затеяло это дело с посланиями в прокуратуру, чтобы обречить участь оставшейся, выполнить их наказ. А что из этого выйдет? Может быть, опять ворота уже скрижещута. Но, как говорил Краснов, думать и делать все, как чтобы только-только не посадили, то это не жизнь. И вот ваше молитву, письмо, письма заменили мне архиереев. Сейчас выставь их всех, со всеми их шлейфами, а вы мне дороже, потому что вы в трудную минуту руку помощи протянули. Пусть не смогли сделать, что хотели, но Господь судит помышления и намерения сердечные. Да, было сильное желание встречи с вами-то. Есть что рассказать, поделиться малым опытом, может быть, оказаться в чем-то кому-то полезным. Епископат дал себя подкупить целиком. Был период покоя перед Декием, в 239-241 годы царствовал. Кажется, около 40 лет. Был период затища, отгонения-то. И люди бросились на благо земное устраивать свою земную жизнь. И вдруг удар. Только пыль пошла. Казалось, полный разгром, отречение, предательство. Но уже в 2-3 года состав церкви полностью обновился. Если просто считать, как повесть со стороны, то так и надо. Да поскорее бы, думаю. Но когда по тебе эта колесница проедется, тогда потише уже гремишь сам и скромнее мыслишь. Да будет воля твоя Христе Спасе. Он наведет, он очистен гумно свое. Даже вот мое великое ли было страдание-то? Все по ускоренному методу. Видимо, из-за того, что время уже к закату мира грядет. Но и то, сколько пользы получил я для себя. Ощущение, смирение, молитва, сострадание. И всем польза не обнаружились новые друзья. И враги не сумели сокрыться. Слышал и верю, что церковь готовит и приготовит кадры для катакомбного своего пути. И да придет, и не умедлит Господь. С помощью Божьей все можно преодолеть. Тоскливо, что ни единой души верующей рядом, ни одного православного. Если случилось, кому заболеть рядом, или кто обращался к Богу, тут все забывал, как будто и не в душной вони махворки спрессованной, а на лугу, где есть весь цветах. Ни дня не прожил без научения, без свидетельства. Сотни и более того услышали весть о распятом и воскресшем Иисусе Христе, в возлюбленном душе моей. А теперь все сны мои, все про то же, про то, про тамочнее же. Цените, что имеете, что можете свободно передвигаться, молиться. Мне так часто не хватало даже маленького уголка, где помолиться, поплакать о людях. Так отвернешься к забору, то и стоишь, вроде что рассматриваешь, а сам плащу, не могу уняться. Особенно часто посещал Господь в думах о детях, что ему готово оно, как похищает враг души. Не опишешь все. Новый архипелаг надо. Ко всем вам душой простираюсь. Сейчас наши в храм уехали, а я тут дома у мамы, как прокаженный, сижу без бороды, как слуги Давида. 13 апреля 87-го года. Еще, кавычки. На работу все еще не могу устроиться. Вчера был по повестке у зампрокурора района. Долго говорили, он точно обещал помочь. И звонил директору на биржу туда, но опять неудачно. Теперь этот уже начальник решил звонить наш начальнику ВВД края, чтобы они как-то помогли мне. Сегодня опять иду. В пятницу 18 мест прошел до обеда. Везде отказали. Вы государственный преступник, каторжик, опасный человек. 3 августа 87-го года. Все мои воспоминания можно на одной строчке отобразить. Мысленно умер, молился, плакал, надеялся на Бога, стоял на своем, то есть на том, что изданное мною хорошее, полезное. Богу слава, свобода. Как жаль Сашу Огородникову. Чем бы ему помочь? Почему же он не пропишется? Да уговорите же его, что же он враг самому себе. Я вот прописан, вышел на работу и ни разу пока не приставали. И переписка есть, и передвижение. А создать конфликтную ситуацию я могу сегодня же. А полезно ли это? Доказать кому-то за рубежом, что я смелый и что у нас гонят? Бог лучше знает, что я не смелый. А за границей истинные друзья и так нас любят. Есть гонения или нет, и радуются нам и нашему освобождению 27 октября 87 года. Как повлияла перестройка в мирской жизни страны на церковную жизнь, на содержание проповеди, на ревность служителей и рядовых членов церкви по всем рассматриваемым темам. не если гласность призыв к всенародному исповеданию грехов, предательства, малодушия, трусости, корысти, замалчивания пороков, без чего невозможно избавиться от них. И если власти мира сего признают, были допущены огромные перегибы во всем и, конечно же, в отношении церкви, то захваливание властей, придержащих еще в те годы застоя, приведшие к отступлению и омертвению общинной жизни, не должно ли привести вставших в руководстве церкви к открытому исповеданию своих связей с миром, с замораживанием духа жизни, то есть нужда в их покаянии всенародном. 6 января 88 года. Еще. Надежда Васильевна хоть раз в неделю, домой является, тоже по секрету всему свету скажу, чтобы вы додумали, где же это она у меня шляется. Так вот, заработав, приобрел за 4 дома от церкви, часть дома деревянного для приезжих молельщиков. И вот она там за хожалку. Надя на саночках туда дровишки возится, чтобы у бабушек было тепло. У нее есть подход к престарелым. И вот они там из церкви иногда и на неделе задержатся. До 15 человек, а то и более. А она их прими, обогрей, накорми, уложи, выпроводи. Встреть, купи. И слушают записи, помогают от ненужного освободиться. Тут говельщики из соседних сел, и всем нужна ласка, внимание. пока лучшей надежды никого нет. На помощь наши близкие сестры. 13 января 88-го года. Статья «Спешите делать добро». Я не знаю, почему у меня так отрывочно здесь, но вот когда мы были, это 25 марта 87-го года, мы в столовой. Первая поели, и в это время кажется газету кто-то подает и говорит «Смотрите, тут амнистия». А какая амнистия? Я говорю «Кто-то посмотрел, да не амнистия, а помилование, да это политзаключенным-то». Я так и вздрогнул. А ну-ка дай. Я просчитал моя статья 190 прим, 70-е, освобождение. Я кричу сразу «Второго не надо, иду на свободу!» Видите-ка проходит время, за мной прибегает. Мы в промзоне были, сколько там может быть, полдня или где-то. «Батя, быстрее за мной!» Я иду «Да чё ты? Бегом бежать надо, бегом!» Ну, бегом, значит, бегом. Прибежали, собирай вещи. Так у меня же тут «Собирай быстро!» Что можешь взять, а остальное как-нибудь. Назад уже не вернёшься. Что такое? Ну, я скорее тетради кому мог, ручки там всё раздал, кто побежали. Бежим в штаб. Представь себе, вот я бегу безбородой, обритая, всё, голова голая. Прибежали. Стоп! Кто такой? Сразу проверили. Так что у него? Всё, там кричат уже «Упускай, выпускай, скорее его!» Я потом узнал, что Москва дала указание. В этот день я должен быть на свободе. Вот интересно как. Убивают? Спроса нет. Но вот дали указание, до начальника тюрьмы все забегали, нужно немедленно меня освободить. Всё, за воротами. Так, вот вам сопровождающий даётся. Да как? Человек вышел из тюрьмы, ну, про других никак. А вам сопровождающий капитан повезёт вас. Ещё себе. Рядовому капитан. Я говорю, я должен начальника тюрьмы, лагеря увидеть, Бахаева. Я должен сказать ему что-то. Да какой Бахаев ты? Ехать надо. Я сказал, значит, я должен увидеть, потому что сюда я уже не приду. Ну, я постоял маленько. Выходит, начальник приглашает. Я зашёл, здравствуйте. Он сидит над столом, там казах какой-то, это Жанатас, Жабульская область, Казахская СССР была. Так что хотели? Я говорю, я видел много беззаконий в вашем лагере. Я об этом думаю написать письмо в Центральный комитет и в Генеральную прокуратуру. Он говорит, хорошо, напишите. Вот это да. Я-то думал, сейчас какой-то разговор будет. Я стою, у вас всё? Я говорю, всё, до свидания. Он там что-то бумагами. Я вышел, полная свобода. А взяли-то меня уже из туберкулёзной локалки, потемнение лёгких. Ну, и поехали там. До какой-то станции доехали. Я капитану говорю, знаете, тут меня встретят скоро. Тут Ташкент, там какие, Алма-Ата. Езжайте домой. Ну, и всё. До какого вы доедете? Я говорю, доеду. То есть им нужно, чтобы я совершенно целый был, не повреждённый это был. Как власть всё-таки умеет это делать? Ну, и он развернулся, я поехал. И кажется, уже на следующей, что ли, станции, где-то сейчас не могу сказать точно. Уже пошли знакомые, родные, встречают. Ну, я к матери приехал. Сразу лекарства, что-то, морковь, свёкла, сок, алоэ, мёдом, там, часа три парить надо, что-то такое вот, точно не знаю-то. Ну, я у ней был этим составом, стал лечиться. И правда, у меня быстро-быстро началось всё заживление-то. Щахотки не было, туберкулёза, но близко к этому было. У меня бронхи были повреждённые. Ну, и сразу со священниками. Там был Леонид Грошев и отец Владимир Светков. Хорошие батюшки. Сразу стали собираться, никто не препятствует нигде. Но в церковь я не ходил, пока борода не отрастёт. Мне было причаститься надо, когда священник приезжает на дому. Я выполнил всё. И считаю, кто безбородый, в церковь не должны даже заходить. А не попы сегодня постриженные, бритые и прочее. Вот. Немножко. Спешите делать добро, называется. Когда считаем о том, что нужно подавать милостыню, накормить алчущего и жаждущего, напоить, Матфея 25 глава, то в большинстве случаев все почти понимают, это только буквально помочь деньгами, хлебом, водой. Но Слово Божие источник мудрости. Оно учит, что у человека есть бессмертная душа. И она тоже алчит и жаждет. Если смотреть сегодня на то, что вокруг нас, то можно увидеть, что в духовной алчбе умирает больше, чем от физического недостатка хлеба. Амос 8 глава. По милости Великого Бога сегодня почти каждый может иметь Библию или напечатанную, или переписанную. Но сколько есть еще источников мудрости, которые не издаются, это и жития, и труды святых отцов. Много ли таких книг ныне выпускается, как пятый том настольной книги священнослужителя? Слава Богу, что дети Божии трудятся и переписывают многое. Но насколько полезнее, продуктивнее, когда есть печатная машина типография? У нас нет таковых возможностей, только мечтаем о том. Но приобрести пишущую машинку и начать трудиться, это может каждый, если он не калека. Преимущество от рукописи в том, что буквы более понятны, ровнее, компактнее, быстрее, на несколько экземпляров сразу-то. И вот ты одно переписал, а другое-другое. И так, допустим, чем человек-то? И обменялись на равное количество страниц. И у тебя получится уже семь книг. Уже начало библиотеки положено. А то многие сегодня привыкли только к слову «дай», забыв, что слово Божие учить, не пожелай чужого. Ближнее блажение давать, нежели брать. Деяние 20-35. Да не будет рука твоя распростер, как принятие и сжатой приотдаче. Серах 4-35. Это ведь про нас, когда что, где увидим, стихи добрые или еще какой материал, то сразу же «дай, дай, дай». А когда у нас бы спросили, то ответ один нет, 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 Сколько приятностей испытываешь, когда даешь, сколько смущений, неудобств, чувства долга, когда берешь, и как радостно идти на обмен, даже не раз за напечатанное один раз. Убедительно советую всем вам купить пишущие машинки, тем паче, что они продаются совершенно свободно. Только предварительно посоветуйтесь, какую взять. Я вот пишу на Украине два, и ее никто не хвалит, а я уже не первый год на ней стучу. Бумагу, копирку и ленточки тоже можно добыть. А научиться печатать тоже можно. Есть учебники для самостоятельного изучающих печатать по слепому методу десятью пальцами. Опыт показывает, что покупают только люди активные, а ленивые всегда ссылаются на неумения или мама не велит, или дорого, или негде. Считаю, что все это лукавство. Если бы знал, что от этого зависит будущность, от милостыни духовной, то как бы ты искал, сам расспрашивал бы, где достать. Я пишу со многими ошибками, писарь вовсе аховый, никудышный-то. Но когда покажешь, что написано, каноны соборные, или стихи, или труды по святым отцам, то никто не отказывается. Дай, дай, дай. А что же ты-то, дорогой, хороший мой, так и будешь сидеть ждать, когда кто даст? Время-то уходит, хватишься и поздно. Хоть лежи, хоть спи, хоть беги, плыви, пиши, трудись, но минуты, назначенные нам, убегают и уплывают, просыпаются, как песок. Июнь, 1988 год. Ну всё, пока.